Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. У меня какие ресурсы? Я называю ресурсы Мой Мир, из контакта перебрасывает наш форум, сайт этот просто склады там никак и YouTube. Я все время копирую. Декабрь начинается, значит, 1 декабря и так дальше. И вот в прошлое воскресенье Колесникова, Николай и Анна, я их не видел, не знаю, пусть они еще выйдут, и говорят, вот вы сделайте такую тему отдельную, вопросы, пожелания и события дня, чтобы люди могли задавать вопросы. Я только меняю, вот это шестое, уже за неделю шестой ролик будет, но пятый у меня не получился, я его не могу закачать. Я обращаюсь ко всем, мне хочется живую связь иметь. Что такое? По какой причине? Вообще-то я записываю, у меня я неделю готовлю ролики, пересылаю в администрацию, там модераторы работают, они ставят, и я потом из-под замка снимаю замки каждое утро, 2-3 ролика, и вечером 2 стихотворения своих. Какие они стихотворения? Это проповеди в стихах. Люди, которые не верующие, говорят, какие это стихи-то там, ну какие, ты прочитай, вдумайся. 36 строчных стихотворений, напротив каждого выставляя иногда место писания, откуда взято. И вот вчера я закачивал один ролик, два раза сорвалось, 15 часов потратил, не спал. 15 часов, и ролик так и не получился. Дошло, все, идет обработка, и вдруг не хватает, два часа замерло, ничего нет, то есть совершенно непонятное явление. Что это такое? Говорят, это взлом какой-то был. Вчера у меня был взлом, видимо, как это, в мой мир, посоветуйте тоже, как это так. У меня ролики выставлены, кто зайдет на мой мир, Игнатий Лапкин, зарядите, там я в шапке, там у меня две странички, одна с голубем. И ролики я выставляю, как с одним хорошим человеком, мы встречались, беседовали, он, ну просто хорошие-хорошие отношения были-то. И вот эти ролики, 9 роликов, 9, я их выставляю сейчас, все здесь, заново, вчера у меня вдруг утром были, к вечеру нигде нет, они исчезли. Каким образом? Ничего понять не могу. С моей страницы исчезли. Ну, мы сделали другое, перерегистрировали заново, такого не было. Один раз было, мусульманин какой-то проник, ну прям все перевернул, сделал-то и начал рассылать какие-то экстремистские материалы ваххабистского толка. Я кое-как его там сумели убрать, но у меня хорошая мусульманка, знакомая-то. И я ей сказал, она на него вышла и началась у них переписка, не по скайпу. Как она начала ему доказывать, ты что делаешь? Да разве Аллах так нас учил? Да Аллах говорит, разве людям пакости делать такие? И он, главное, ушел и не поставил, ключ мой у дверей, мой же ключ оставил, то есть пароль не сменил, у меня можно было зайти. А он нашел и меня начал ругать. А, вы заступаетесь за Даниила Сысоева, это свинья, было правильно, что убили его. А сам как и свинья, залез, у меня все перековырял, он не свинья. Видите, как бывает, а то вчера только было, я пятый номер не мог поставить. Сейчас придет программист или, кажется, человек, знающий это дело, и он постарается проверить, что случилось. Если это взлом, то зачем это люди делают, непонятно. Если в администрацию пожаловались, но ролики-то очень хорошие, вы сейчас зайдите, первые 9 роликов можете увидеть. Лучше всего скачать. Раз на них покушение было, то, значит, их опять могут сатана похитить-то. Повторяю, хорошие ролики. А с одним и тем же человеком беседовали, он согласен был, все. Поэтому, кто заходит, я всех спрашиваю, согласен ли то, что наша беседа записывается и выставляется в интернет. Вот так. Ну, вот сейчас, на это что сказал, что за это время у нас было сказано, вчерашний день. Сейчас я покажу. Так, где у меня здесь? Вот оно где. Надо засчитать, что вчера было. Я все переписываю. Так, минутку. Какие были? Вот. Вот, на номер 6, сегодня я администратору, который выставляет там все, я ему говорю так. Я просил отныне всем и ВКонтакте, и в других сетях давать, копировать им вот такой текст. То есть я ВКонтакте не бываю, а там работает наш модератор, администратор, и они копируют, на наш форум перетаскивают, форум Игнатия Лапкина. Зарядите, вы найдете. И потом я отвечаю, и они туда переносят. Ну, я решил, раз такая тема теперь образовалась хорошая, пусть сами заходят на форум и оставляют там. Под роликами не оставляйте. Под роликами, ну, мне удобнее очень здесь. Под роликами только отзыв об ролике конкретной там. Просьба, кавычки открывай это. Кавычки открыты. Просьба, вопросы, пожелания, рассуждения отправлять самим по адресу. Форум Игнатия Лапкина в тему. Вопросы Игнатию Тихоновичу, на которые люди ждут ответ. Это уже 313 страница там идет. Ну, можно представить, сколько там всего. Вопросы собраны из разных мест, и туда же разместятся ответы. Вот как оно выглядит. Просто посмотрите, можно скопировать и дальше. Ответы даются на видеоканале «Восвете Библии» открытым оком. Вот оно отвечается, наш канал. Ну, это я сейчас после этого покажу, где дальше. В теме «Вопросы, пожелания и события дня». Задавайте вопросы. Вот теперь задавайте вопросы, какие есть, и на форум ставьте. Так. Всегда выставлять лично свое фото, свою фамилию, имя, свой адрес. «Глаза должны быть открыты, без темных очков, ничем не закрыты». А то фотографируют, один глаз в очках, а другой, зачем это нужно. Мы открыты, у меня все открыто. Плохое, тайное, какая, не надо говорить. «Писать о себе честно, задавать нужные, душеспасительные вопросы, а не ради праздного любопытства. Или попросить принять для беседы по скайпу, но сначала написать внизу скайпа свою просьбу и тему разговора». Вот так. «Все разговоры по скайпу записываются и выставляются в интернет на наши ресурсы. Кто не согласен на это и не дает разрешения, тех просим не беспокоить нас зряшно. Хамство, перебивание в слове не приветствуется». Вот пишет мне, понятно как, кто желает, чтобы ответить на вопросы. Видите, я беседую с людьми и приходят, вот приходят последнюю неделю, люди такие, прям нормальные, совершенно беседуют. Это я выставил уже, будет выставлено в интернете, не выставил, через полторы недели выйдут ролики. «Александр Марьясов, доброй ночи, Игнатий Тихонович. Да, не шибко радостные новости. Вот сатана как подхватил враждующих. Так и не попускают». «То есть враждующих я ставлю вместо того, кого он называет по имени, фамилии, должности его. Ну, говорит, это и не надо. Вы когда возьмете ролики, там все это будет видно. Дальше. А так хочется, чтобы не было всего этого, даже маленького и незаметного, что делит нас в рассуждении. И вас я понимаю, и брата Сергия понимаю. Позавчера по этому вопросу почти два часа общались с братом Александром Андрусенко, и была радость в общении и единомыслие. А вчера общались с братом Юрием Соболевым. Так у нас с ним все мысли сошлись воедино, и в отношении вас, и в отношении ролика. «Дорогие, дорогие, вы все мне и не хочется, чтобы сатана вбивал к линиям в духовное наше общение». «Видите, какие вдохновляющие письма. Он нынче был старше нашей миссии, на север ездил». «Юрий Соболев, Игнатий Тихонович, может вам какую-нибудь мандру соорудить в моем мире от таких хулителей, заблокировать их, например?» «Мандру – это стена, а архимандрит – это хранитель стены». «Ибо видно, другой цели у них нет, кроме как гаде в чужом доме». «Дальше». «Юрий Соболев, США, Массачусетс, 50-ник, 6 декабря 2015 года». «Вот и название ролика». «Откуда сектанты все это собирают? Пророчества, чувствования, видения, самомнения?» «Уже этот ролик у нас стоит, можете посмотреть. Это на нашем видеоканале. Видеоканал открытым оком». «Причем, за редким исключением. Они все, как из инкубатора, не могут молчать, слушать, куда-то торопятся». «Торопятся». «Торопятся». «Сильный был финал, Игнатий Тихонович». «Причем, замечая неоднократно, как только еретиков касается Слова Божьего, они как бы сами не понимают того смысла слов, будто какой-то силой сатанинской начинают быть движимы вон от того места, где идет свидетельство истины. Какие-то дела появляются неоткуда, спешка возникает, перебивают говорящего. Все делается, лишь бы не слышать Слова. И ровно напротив, благодарная душа, избранная Богом, замирает, замолкает и внимает». 2 Коринфянам 2,16. «Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». Головьи воркуют у меня, дикари при том. Дикари. Ты можешь их показать хотя бы разок? Вот, посмотри. Вот сейчас они уже стоят, видите, как здесь у меня все сделано. Два этажа. И она вот-вот будет, Голубка, уже нестися. Я их специально диких породистая на крыше, но они болели вертячкой. И вот я теперь их сюда поместил. Тебе видно? Нет? Она за него спряталась. Ну-ка, покажи. Пускай люди посмотрят. Дикари. Вчера они первый раз сами залетели туда. Посмотри, я их гнездышко сделал какое. Вон она. Там два гнезда. И вот она сидит, за него спряталась. Дикари. Залетели к моим голубям. Посадил. Они не болеют. Вот и все. Сейчас они могут поднять сосуды. Сейчас я закрою. Вишь, какая решетка. Все. Дальше пошли. Пошу простить, что отвлекся, но я люблю очень голубей. Дальше. Юрий Соболев. Игнатий Тихонович, вопрос такой. Можете посмеяться над моим невежеством, мне это только на пользу. В литургике я почти не разбираюсь. Честно говоря, и интереса исследования ее у меня нет. Прежде всего, я прихожу в храм для молитвенного общения с Богом, для слышания проповеди, если говорят, для причастия. Но я придерживаюсь практики нечастого причастия, и писал вам почему, ибо согласен с вами. На днях я узнал, что существует практика. Оказывается, это я смеюсь над своим незнанием. Принятие антидора, если не причащаешься, это обязательно? То есть антидор как бы заменяет все это причастие. Я отвечаю. Игла. То есть Юрий, он знает все, ведет курсы катехизации при епархии, преподает в университете, в академии, то есть это человек большого ума. А вот в это дальше не вникает. Вот я никогда в жизни ни разу не спорил с католиками об исхождении духа, или какие-то алтарные дела. А зачем? Там отвечает другой человек. Такой же практики придерживаюсь и я всю жизнь. В алтарь имею право входить, как чтец, но не захожу из-за благоговения и возможности осуждения. Причастие ничем заменяется наполовину. Вот Владикийский собор, 44 правило, запрещает мирянам входить в алтарь и женщинам. Сколько там? Монахини. Но она женщина или нет? Какое она имеет право заходить? Ну, она смиренная. Ты вы не знаете их. В городе Фрунзима были, там отец был Владимир Цветков и Леонид Грошев, игумен, кажется, он был, да. Он где-то сейчас в Почаево, что ли, служит. И вот у них там пульхерия заходит какая-то. Ну, мы с ним поговорили, я говорю, зачем она заходит-то? Так, архиерея благословил. Да какое право имеет архиерея-то выше собора-то? Зачем она нужна? Вот она утром, она в черной одежде, ее там все кланяются, матушка-матушка, и она плывет. Она даже не замещает за собой слово прелесть. У православных прям кипит, а в прелести сами и находятся. Прещенные, лицемерие друг перед другом. И он ей говорит, больше сюда, сестра, не заходи. А почему? Ну, нельзя. Оказывается, собор говорит. 44-е правило ладихийское. Так меня архиерея благословил. А я не благословляю. Там вы как хотите, а больше нет. Как она, говорит, вскипела. Вот и все. Чуть-чуть только подвинули, уже ни на священника никого не смотрят. Мы со священниками стали заниматься вместе. И оба священника вышли перед народом и сказали, какие мы священники-то? Нас еще и в храм запускать нельзя. Друг перед другом только возносимся. И давай их исповедовать. Великий пост наступил, они первую неделю не причащают, вторую не причащают, третью не причащают, только исповедуют. Чтобы все принесли свои тетрадки, где написаны молитвы для исцеления. Вот такие, говорит, две пачки. И во дворе вышли, и, говорит, и сожгли. Ну, если так взять, так, наверное, больше метра получится. Ну, храм-то большой, город, столичный, киргизская старта. И тогда только стали смотреть, кого допускать. Эпитимию сразу накладывать. Это даже вы не знаете, что в православии делается? Сторож стоит, к нему подходит. А, вчера был тут сторож какой-то. А где он? Ну, мы же меняемся. А у вас по чем сегодня вши? Какие вши? Ну, он вшей продает. Первый раз уж. А зачем они? Ну, если муж ушел, так ему эту вшу подсадить, когда она его укусит, и он тогда вернется домой. Вы даже не знаете, что у православных делается-то. Да вы что-то с ума сошли? Так при чем тут вши-то? Так у нас сколько брали у всех-то? Ну, кто вернулся? Ну, не знаю. Вот лежит пьяный. Пьяный лежит, и ноги... И машина проехала, и ноги отдавила. Ой, мученик, да нигде-то он это получил. Травму-то. А у него теперь ноги вот так скалячены, они у него полностью это не работают-то. Ну, и теперь около церкви. Ему подают там много, что он мученик. Да он же у храма рядом был. Это православие наше где? Во фрунзе. Это только я, что знаю. Ну, маленько начинайте учить народ-то. Нападайте на меня. Я сейчас буду показывать, где надо работать. А работать, если вы хотите, читай дальше. У староверов без поповских есть частная практика, что вместо причастия, в скобках, а без священства его и быть не может, они должны взять скорлупу от яйца курицы и обязательно из пруда или болота почерпнуть водицы и это выпить. Зато вместо причастия. Вот они не приняли священство. Это не такие, не коньяни, там шепотники так руку. Ну, по них старая браться Белокринитская иерархия, Новозыпковская, там у них патриарх Александр, а здесь бетрополит Корнилий. У них священство есть. Там Иисус с одной буквы пишется нет. А этих толков, без поповских, только в России больше 50. Часовенные, голбежники, дырники, только перед дыркой молиться, а другие только в голбце молиться. Секта даже есть сибирского валенка. Сейчас сектанты появились, путинская секта, где он обедал, там ложка эта теперь дают, и он говорит, глазу, глаз, вот есть такая притча православная, поставили кино, когда глаз подбитый-то. Исцеление пошли, во имя Путина, еще хозяйка Медной горы, Павла Бажова, и там секта образована на Урале, и кандидат каких-то наук там заведует. Все можно сделать, но познать Христа, нужно отверститься самого себя. А то это не прелесть, это обыкновенные отростки. Дальше. Освященный хлеб, антидор, просфорам, это для здоровья тела и укрепления духа. Единение как бы. А единение, это как бы, а это для здоровья. Мы ездили в дороге, вот по всему миру, с благовестным. Всегда у нас просфоры и вода, святая. Всегда мы утром это принимаем. И мы не заболели, пили сырую воду, начиная от Владивостока до Лиссабона. Проехали, пили воду, сырую притом, сырую, где? На Скандинавии и Прибалтике. Всю страну объехали. И ни один не заболел. Так мы и собачки давали. Дальше. И ни на молекулу, ни выше того. Святой водой окропляют животных, машины и прочее. А ребенку дать нельзя, и был не крещен. Но колесница-то ведь, она тоже не крещена. Существует рассказ, что дружили батюшка с раввином. Но договорились ездить на одной машине. Наполовину вложил каждый. И чтобы не принуждать словесно друг друга. Друг друга, чтобы не принуждали. И вот батюшка тайно осветил машину и покропил святой водой. Ну, а тот-то как-то узнал. Что делать, иудеи? Такого действия у них нет. И он ночью тайно подрезал выхлопную трубу. Обрезание. Взял. Ну и чем наши причитания над антидором лучше? Я рассказал, это уже сказано, анекдот рассказывает. Ну, примите хоть так. Ну, это понятно. Владимир Харин. Мой родной брат года два назад познакомился с епископом Игнатием Костом Кукш. Мужским. А. Епархия. И стал на меня родного брата, который его кормит, писать заявление ложное. А вот что, о враждующих говорить? Враждующих, это тот, который, непоминаемые имена, он прямо фамилии называл, я их убрал. С кем поведешься, от того и наберешься. У нас поп пьяный, убил женщину, а на суде говорит, я трезвый был. Посмотрите видео, ужас. Это там показано все это, это Петрозаводск. Где? Лжецы, трусы бритые. И дальше говорит. Да, очень понравился ролик с Андрусенко, Александром и его женой. А за что их от причастия запрещали? С уважением. Харин Владимир, Петрозаводск. Дальше. Игнатий Лапкин. За крещение истинной Потеряевки у нас в этом году, 12 июля 2015 года. Дальше. Александр Лобачев. Как вы говорите, что в один день Господь все это покончит? Как карточный домик, сгорят их замыслы. Ролик, где вы втроем беседуете, Козлов, Адрусенко и вы. Мне он очень понравился. Храни вас всех Господь. Аминь. Тимофей Чекулаев. Спасибо вам большое за ваше дело. Ваш совет год назад вывел меня из секты в Стернигово. Долгих лет жизни. Вот секта Стернигово, ну, может так не называют-то, ну, стал спрашивать. И он прям привязался к нему как будто вождь какой-то. А там ничего нету. Нету совершенно. Библию полностью отрицает. Церковь вся в ереси. Православия вообще нигде нету. Ну, разрушитель с большой буквы. Ну, пришлось поговорить, в Москве встретились. И вот он вышел. Слово имеет силу все-таки. Дальше. Раб Божий Михаил. Уважаемый Раб Божий Игнатий Тихонович, беспокоит вас Раб Божий Михаил. Имеется ли у вас подробная инструкция по семикратному молитвенному правилу для мирян? Помимо приводимой вами ссылки на псалтирь, удалось ли вам найти подтверждение семикратности где-либо в священном предании и христианской практике новозаветного периода? Насколько это канонично или же сие надлежит характеризовать как келейный феномен? Полезно было бы народ просветить всем вопросе массово через ваш канал основательно с авторитетной аргументацией. Я отвечаю ему. Это вчера получил и я отвечаю. У мусульман это пятикратный намаз каждый день для всех. Молитва. Пятый раз становится на молитву. У христиан никогда этого не было. Нам дана свобода невиданная и непереносимая. Вот и мечемся за костылями, когда хромат наубокалина приучены и считаем это за норму. А если ровно бежать без костылей, нам нужна инструкция заверенная самим Господом Богом. Лично мне ничего из этого не нужно. Я прочитал это один раз в Божьей книге Псалтирии, которые рекомендованы нам читать и исполнять. Теперь все остальное за мной. Псалом 118, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. За то, что идет война, за суды, не на милости, что у меня сын выздоровел, что родилась дочь красивая, нет, суды. За то, что на Украине вот эта смута там убивается, за Сирию, за войну, за все благодарить. Суды Божьи совершаются на земле. За этот ИГИЛ. А так что тогда? Тебе благодарить. Иоанн Затаус говорит, это пятый том творении Иоанна Затауста. Псалтырь. Царь при множестве забот он семь раз становился на молитву. Я ему поясняю. Дальше. Деяние 2, 42. И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. То есть постоянно. Деяние 6, 4. А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Молитва и проповедь. Молитва и проповедь. В Римлянам 12, 12. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. Молитва. Вот откуда? А сколько не говорится. Ефесянам 6, 18. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством о молении о всех святых. Дальше. Голоссянам 4, 2. Будьте постоянно в молитве бодрствуй в ней с благодарением. Бодрствуй, не спать, не дремать. Вот. И я говорю, что такое 7 раз, ну а один раз сколько? Сейчас я рассказываю. Читай. Читай Три Святоя и сто поклонов и своими словами. А после этого своими словами. Три Святые это Сарю Небесный и Отче наш. Знает это. Это занимает 7-8 минут всего и таких молений не менее 7 в день. Для пенсионеров, болящих и в тюрьме может быть и до 18 раз. Сюда же входят и ночные молитвы, не считая утренние и вечерние перед сном. То есть это не относится к этому. Вот. Щетки, это очень удобно. 10 по 10. Первое. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Благодарность Богу, славословие. Второе. Божья Матерь, Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Спаси. Это означает молитвами спаси, чтобы не придирались сектанты. Третье. Это ангелу-хранителю, что столько лет хранил. Не покинь в смертный час. Проведи душу помытарством и веди ее в вечное царство на веки Христа Бога нашего. Яну Крестителю. И дальше говорю, чтобы научил жить нас в бедности, имея пропитание одежды, быть благочестивым, довольным. И каждому дару и жилье. И пятая. Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец. Моли Бога, это пять поклонов, а то уже 50 поклонов. Молодые, земные поклоны земной, это ладони, лоб и колени, даже коснуться земли. А верующие, ну вот так вот, коснуться, вот так вот руки, чтобы это действует заповедей. И на руки вот так вот. Вот видите, как нужно. А поклон, поясной обязательно, лоб, чрево, где пуп находится, право и лево, плечо не сюда, вот сюда вот. И поклон такой, чтобы рука могла пол достать. Не надо опускать, но он проверит себя. Вот. Таких поклонов сколько. Вот у меня братья, они молодые, это Никита и Володя. Они земные поклоны делают, сейчас пост идет. А я делаю поясные. Дальше пророки, всех пророков перечисляю. Пророка, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иса, Иеремия, Закирь, всех перечисляю. Молите Бога о нас, чтобы Господь исполнил духом пророческим церковь свою, чтобы Твое, Господи, пришествие и наше отшествие смерть не застали неготовыми, но чтобы мы вышли к Тебе, к жениху жизни нашей, навстречу с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными и лея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любой. Вот что такое масло. Дальше, ангелы, архангелы, престолы Божьи, предстоящие апостолы и евангелисты. Дальше все мученики по именам начинают с Игнатия Богоносца, Полихарм Смирский, Иустин Философ, ну и так дальше перечисляются все, но в канонизированную. Одна вот эта перешагнуть, медленно, тут несколько, ну бабышка назовем ее, то перечисляешь много имен. Дальше остаются святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Пиан Златоус, дальше перечисляем всех переводчиков священного писания, канонизированных, это Архимандрит, Макари и Филарет, Дроздов. Вот, молите Бога о нас. Ну и дальше жены и девы. Фекла первомущества, Фатина, Соборнина, Феврония, и дальше Господи, даруй женам всем послушание, молчание, целомудрие и стыдливости и сохрани их от всяческого поругания. А дальше перечисляем, Господи, исправь непокоривых жен и перечисляем их имена. У меня большой реестр, который мужей не слушается. Знакомые пишут, жалуются и бывает как-то. Ну а дальше еще крестик тут поцеловав, поднимаем руки и молимся. В конце молитвы, каждую молитву мы вот так все поднимаем руки и говорим, Господи, прими наше моление и воздевание рук как жертву вечернюю благоухание приятное перед престолом благодати Твоей и соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитвы всех молящихся о нас во благо нам и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них ибо ты благо человека любишь. Молимся за живых и за мертвых. Сегодня сказать ночью у Виктора Савченко умерла мама надежда. Кто услышит, помолитесь за нее. Виктор сообщал. Она болела долго, хорошая, она принимала крещение у нас потеряемки с мужем. А он у меня крестником как был, я его воспринимал. Вот все. И вот таких вот как говорится заходов на молитву не меньше семи. Не меньше. Ну а кто на работе? Тот не может, хотя бы мысленно считай. Вот мы на работе где работали, чуть что, мы опять на молитве. поработали маленько. Никита навадился тут, я не знаю, то ли так привык молиться или работать не устал. А может давно не молились? Давайте помолимся. А как от молитвы откажешься? Мы сами его приучили. Все. Но я же не сказал определенно конкретно. Только в начале работают, он опять на молитву призывает. Ну все правильно, мы поблагодарили его. Вот так. Дальше. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве прошение с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. Своими словами. В молитве все не выражено. Хотя мы утрим и вечернее правило считаем потом. Эпсалон 118.162. В полночь вставал в славословие тебя за праведные суды твои. Вставал, не спал. Вот мусульмане, это шахиды, три раза ночью молятся. Их спросили, а в вашу среду могут проникнуть там евреи? Ну, чтобы свой человек... Нет, этого не было ни разу. Почему? Он будет с нами молиться столько раз-то. Он будет как мы или сойдет с ума. Это щит и меч. Милицейская газета отпечатала. Матфея 5.20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Ну, чтобы превзошла, мы должны узнать праведность. Какую? Нет, поселись два раза. У нас это как разгресс. Это не насмешка. И дальше. Они жертвовали десятину. Значит, мы должны больше давать. То есть, превзойти во всем этом. Тем более, мусульмане, они не христиане, и они это делают, чтобы собирать всех на молитву пять раз. Это 1300 лет. Да у нас на один день не собрать. Работа, не работа. Автобус ведет, остановил, раскинул свой положок там до Старханта. Встал, помолился, поехал. Нам учиться надо у других. Мусульманство привлекает больше всего именно намазом. Не войной, как думают некоторые. Намаз, молитва. Мы молились с ними вместе. Я был в мечети. Комната была в Махачкале. Закрыта. Директор библиотеки разрешил. Нам ее открыли. Мы разулись и там помолились. И все это заснято у нас. Дальше. Юрий Соболев. Сегодня, во время обеда, по обыкновению, прослушал вашу проповедь. Младенцы во Христе. А то есть, эта проповедь у меня, они, видео и аудио, на нашем сайте. Я сейчас покажу сайт и форум. Дальше. 8 февраля 2009 года. Духовный уровень высоты в режиме космос. Вот, то есть, он так высоко оценил, что уровень какой? Высоты в режиме космос. Пишу это не потому, что это ваша проповедь, Игнатий Тихонович. Сказал бы себе любому. Так это нечто необыкновенное. Это нельзя сконструировать разумом. Это дивный плод духа. Подумалось, что многие... Духа. Хвалиться-то нечем. Не я. У меня ни семинарий, ни академии нет. Но я день и ночь учусь полвека. И святых отцов начитывал. Добротолюбие 5 томов. Это все на нашем сайте. 12 томов златоуста я там насчитал. Начитано, не читано, а голосом начитано. И поэтому составлял симфонии на них неоднократно. Житие святых мне пришлось фактически 10 раз пройти. Где-то там отрывками. Ну, вот считай 12 томов умножай на 10. Что получится? Я день и ночь учился. Всегда. И вот Господь дает, что это дивный плод духа. А мы недавно с ним познакомились. Подумалось, что многие слышат вас только в роликах, в скайпе. А так хочется порекомендовать слушать и ваши проповеди. Вот где духовная сокровищница неисчерпаемая. Ведь столько раз слушал, а всякий раз как новый. Столько граней, столько смыслов. Поклон вам. Хвала Христу. Вот так. Ну, вчера мне подкинули ролик, я вам советую его посмотреть. Зарядите по-русски в Ютубе, то и он выйдет. Считай. 17 декабря. Житие и страдания святой великомученицы Варвары. Игнатий Лапкин, православный проповедник и миссионер. Это мне вчера скинули. Вчера день Варвары, как раз память ее совершался. И там 1173 биографии. То есть только на житиях моих роликов 1173 можно сделать. И кто сделал, я не знаю. У меня иногда скидывают. То, что меня где-то ругают, там поносят, лже-православный, лже-миссионер, лже-христианин, там все лже-лже-лже. Ну, велика награда на небесах. Если вы встретились, а который нападает ни имени, ни фамилии, никого нету. Или какой-то башнюк наденет, невидимка стоит. Ну, с ними разговаривать не о чем даже. Викки Олсен, Америка. Ждать, что враг ваш полон зависти, и это сжет его. Я думаю, те добрые моменты в общении с вами все-таки он не сможет потерять. И Господь еще не раз даст ему вспоминать их со слезами умиления. То есть я покажу, где это, и вот я не поминаю имя, покажу ролики дальше. Сергей Козлюк, спасибо большое за информацию. Скачаю. Тут усматриваю, что кое-кому не по настроению ваше выступление. Дай Господь вам сил. Слава Богу, что уже у меня есть второе двое друзей, с кем я делюсь записями. У нас стали очень позитивные и интересные беседы. Вот видите, как я это тушу. Интересно это? Да, интересно. Это обыкновенная переписка за один день. Вот я сейчас покажу у нас какой сайт, еще раз некоторые не знают. И вот просто я легко сайт Игнатия Лапкина, сайт во свете Библии, православный библейский сайт. Вот это зарядите только. Вот вопросы и ответы. А вот звук и видео, которые говорят, я сейчас ткну его, вот прошу, аудио файла, аудио Библии насчитанное. Считай. Библия, повторно насчитанная Игнатия Тихоновича Лапкиным. Архипелагу Лаг Солженицын. Творение Святого Иоанна Златоуста, 12 томов, Жития Святых, 12 книг, Добротолюбие, 5 книг, Отец Григорий Дьященко, 4 книги. Разные духовные материалы могут быть и не православные, но полезные для православных, хотя и спорные. Интервью Слабкину. Вот интервью какие были, какие фильмы, и вот все здесь есть. Все абсолютно. И вы можете зайти, ну и все уже получить, что надо. Вот. Теперь что здесь еще есть? Звук и видео. Посмотрели где? Стихи, фотографии, и вот ответы на 4124, вот ответы по вопросам. Это на нашем сайте. Теперь форум. Вот он где. Форум, ну, я его здесь не покажу, наверное, сейчас подожди, как гляну. Так, это можно закрыть. А форум открою дополнительно, потому что у меня на определенной странице он стоит. Вот, а не получилось. А почему не получилось? Даже неизвестно. Что-то зартащилось. Вот она открылась. Вот православный форум. Вот последнее. Сюда заходите, вот видите, что тут? Вопросы какие задавать. Вот это. Здесь вопросы и ответы. Ваши вопросы будете ставить сюда. Вот последнее ткнете, вот 314 страницы. Только по одной теме 314 страниц. Ну и дальше будет видно. Вот сейчас мы посмотрим, какие задавали последнее время мне вопросы. Вот этот, который человек задавал, вот он. Я туда его перенес. Я ему уже ответил. Дальше. Вчера выставили мне ролик. Я подумал, он прям сюда пришел. Мне сказали, это модератор принесла. Неизвестно кто, ни фамилии, ни имя. То есть уже скрывается. Я знаю из-за чего. Вот. И что он тут, как назвал ролик? Лжепроповедник Игнатий Лапкин. Хулитель монашества. Ну вот запомните, где он стоит здесь. Зайдите его прослушайте. Молоденький. Видно, что совсем молодой. До 30 лет, может быть, предупрежден. Его только извергать надо. Согласно канонам. 14-15 правила 6-го Вселенского Собора. И он судит меня. То есть как он заходит, там где написано, ну вот сейчас я вам покажу. Опять зайду в этот, на сайт. И вот буква М. Вот. М. Монашество. Вот она, 25-е. Я его нажал. И вот идут вопросы. Какой том? Какой вопрос? Ну что тут? Жития описывается. Дальше что тут? Жития описывается, что был постоянный поиск святости в людях. Вот я теперь нажал его. Теперь ответы. И так любой, который вопрос мне задавали в университетах. Видите, сколько я беру? Афанасий, что говорит афонский. Какие святые. Дальше. Что тут? Кто это? Мартир Милостивый. Вот. 12 октября по старому стилю. То есть спорить-то нельзя. Или принимаешь, или не принимаешь. Он критикует. Ну критикует, может выйти на меня. И что он говорит? Ну говорит, мои слова-то. А дальше. Я против монашества. Еще раз говорю, я за монашество. Но не в том виде, как есть. А почему? Я еще раз говорю, монахи это герои веры. Самые сильные, смелые люди. Но шли не в том направлении. И дети по всему миру. А они дали лозунг, со всего мира людей собирать и за стеной держать не выпускать. Мусульманство на их совести. Это 2 миллиарда могло быть православных. Вышел сеять и сеять. А им даже разговаривать в монастыре нельзя. Идут на обед, разговаривать нельзя. В келье нельзя разговаривать. Но это совершенно не евангельско. А он говорит, если монашество, он сразу переводит, как монашество, это церковь. Да где это видно, что монашество, это церковь-то? Нет? А раз кто церковь не признает, дальше уже легко. Кому церковь не мать, Бог не отец. Вот такие вот делают переходы. А почему? Он учился в семинарии. Я говорю, семинарии, академии нужны только для одного, чтобы оправдать любое беззаконие. А Давыд в старковом псалме говорит, да не уклонится сердце мое для извинения дел греховных. Везде гнилыми подпорками подставляет. Они за мной гоняются. Но создать еще не могут. Не могут. Почему? Трусость и корысть. Если женатый, жена приперла его, он подкаблучник, будет все делать. Архиерей цыкнул, все замолкло. Против нас тут в Горном Алтае выставили ролики, да это сатанисты, а мы сидим два архиерея. Тогда был Дмитриев, здесь Максим и наш Евтихий Курочкин в епархии Московского Патриархата. И мой отец Аким говорит, ну как с вами быть вместе, когда вы такое пишете? Он архиерей, а кто это? А секретарь рядом сидит, Беляев Сергий-то, и говорит, да это Георгий, Зорн-Алтай, убрать? Мы домой пришли, уже нигде ничего нет. Что на меня говорят, архиерей бы сейчас ссыкнул, ничего бы не было, пересыкались бы, убрали сразу. Только ссыкнуть надо. Ну и ответ-то какой? Усец труслив боязливых в озере Огненом. Они боязливые, они даже не знают о том. И вот он говорит, ну говорит, да, говорит, правильно, ну может быть, говорится, заплатили там или что-то, я не знаю. Я прослушал вчера, ничего нету, нету. Я ему отвечаю, как его звать, к кому обращаться-то? Или клоун какой-то сидит, или в самом деле священник. Почему имени нет нигде? Почему святые всегда подписывались? Почему Дзержинский, Феликс Эдмундович, уважал патриарха Тихона? Ни одной бумажки без подписи не выпустил. Я писал генеральным секретарям партии, Брежневу, там Андропову, писал в ООН, и ни одной бумажки не выпустил. Почему? Меня научил патриарх Тихон, Белавин, патриарх российский, первый патриарх после Петровских времен. Если ничего нету, я бы ему ответил, а что отвечать-то? Вот если я ему отвечаю, что-то и говорил, перетолковывал, брал мои слова, переворачивал. Я нигде не говорил, что монашист это церковь. Сейчас строят не царство Божие, а царство монахов и попов. Ух, как я сказал, да это не я сказал, а то священник Григорий Петров сказал в письме митрополиту Антонию до революции. Уже все перевернуто, уже страна стоит на грани полного распада. Враг окружает, пожар кипит, и они друг друга преследуют и хватает. Жестокие, беспощадные люди, опомнитесь. Протяните руки общения друг к другу. Вы вокруг моей колокольни-то бегаете, я за вами не гоняюсь. Ролики воруют, взламывают, лезут и матерятся, главное матерятся матерно. Ну как, Андрей Кураев говорит, в алтаре стоим, а Чаплин говорит, да ты как надоело, но это ее православие. В алтаре. А что такое есть? Ну я сам многое слышал и знаю. Переблеванный антиминс. Окурки в алтаре. И они за мной гоняются, а я боюсь в алтарь зайти. Тут как-то приехали у нас, встреча была с патриархийными, и приехал секретарь, Беляев Сергий. Ну я ему показываю, алтарь-то приоткрыл, я имею право ходить, но я не вхожу. И он прошел вперед, перед алтарем взял поклоны и поклонился до земли. А я архиерею говорю его. Он еще ничего не сделал, зашел, но мое сердце уже захватилось. Он благоговеенно относится. Галоши не надевает навалина, чтобы по престолу бить, как Желудков Сергий пишет. Он поклонил, одним поклоном меня уже завоевал. Люди-то судят не меня, а другого. У меня особое благоговение к этому святому месту, к причастию ко всему, к священникам. Они этого не знают. Ну все, я ему ответил на это, потому что отвечать-то некому. Может быть, это просто какой-то, совершенно никто. Вот один отвечает. Смотри, какой мужественный человек. Валерий Соломатин. Вот, читай. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Как вы относитесь к казачеству у нас в России? Я сам потомственный казак. Живу в Станице Преображенской, Волгоградской области. В Станице. В Станице. В 2003 году вступил в казачье общество Всевеликого войска Донского. Проработал до 2014 года начальником штаба в Станичном обществе. За все это время часто ездил в командировки, встречался с руководством и с простыми казаками других регионов и убеждался с каждым разом, что инстинной православной веры в этих казаках, в кавычках, не на грош. Вот так. Поголовное пьянство и все, что из этого следует. Лицемерие, вранье и так далее. Клоунада. Все сводится к тому, чтобы песни попеть да поплясать. Песни попеть, поплясать. Клоунада. Это говорит казак. В храм ходят единицы. Да и то по великим праздникам. Поучаствовать в крестном ходе и после опять пьянка. Признаюсь, надеялся на возрождение казачьего народа. Настоящее воинство Христово. Пытался как-то повлиять на это. Но, увы, ситуация, мягко сказать, все хуже и хуже. Остается только молиться за этих людей. В ютубе случайно просмотрел один из ваших роликов. Теперь смотрим каждый день со всей семьей. Не думали, что есть еще такие прекрасные, светлые, православные люди. Храних Христос вас и ваших братьев. Так, как его звать? Валерий. Вот видите, Валерий, фамилия, имя все. Почему он не прячется? Потому что он не поп. А там все скрывается, боятся. У нас есть такая трава, синяя, она берешь, она даже не надо высушить. Такая есть. Там дети, когда мочатся от страхов. Называется чертополох. Ну вот им, я батюшке ранее говорил, вас надо поить этой травой, а что останется выстушенной, драть вам задницу, чтобы вы не боялись уполномоченных. И вот этот казак говорит, а бывшие казаки показывают, что они не такие, а я их знаю, я их сравняю только с цыганами. В казачьем воинстве ни одного коня нету. Ну, их называют там кашкадавы. И я им всем это говорю, у меня ролик есть, я на коне сижу, на коне для них, и говорю, не любо, братцы, не любо, зарядите здесь, и вы увидите. Я их всегда считал такими. И вот наконец казак сам подтверждает это. Как это не видеть-то было? Я был в шахтах, в город Ростовской области, там его звать Дмитрий, я звал Митя. Он завел казак, он сейчас атаманом избран. Ну, видно, хороший парень, просто хороший, молодой. Но, Христос-то ведь, воинство Христово, хорошее, ну, какое Христово воинство? Воинство Христово, небесная земля, и когда слушает заповедь Божия. Курить, пить, так он не говорит, что это и пьянство, и блуд, и какие их сыновья, дочери-то растут-то. А то просто надо видеть. Ко мне приехал один священник, и говорит, меня казаки зовут к себе, быть полковым священником. А почему вас зовут? Да у меня места нет, меня архиерей выгнал, не сказал за что. Я не говорю. А я говорю, где тебе-то есть? Да двое, да оба сидят. У священника двое. А за что сидят? Да за воровство. У священника двое сыновей за воровство, и он как раз подходит к казакам. И они его нашли. Да еще неизвестно, растрига какой или нет. А что делать? Да ничего не делать. Идите, служите как положено, заводите коней, защищайте отечество. Но к церкви это никакого отношения не имеет. Подпругу у коня больше значит, больше значит для тебя, чем вера. У них веры вообще никакой нет. Вот я на эти вопросы практически ответил. Вот теперь я покажу. Вот сегодня я вчера похищенные ролики выставил. Ко всем обратился. Эти ролики могут у меня похитить. Вот моя страница, как она выглядит. Это 9 роликов у меня вчера похитили, просто взломали. Я их обратно сегодня поставил. Прошу, не трогайте, ради Бога. Это хорошие беседы наши, с хорошим человеком. И кто это охотится, кому это надо, я даже не знаю. Замечательные, очень хорошие беседы. Это все говорят. Такие теплые, задушевные. Этого человека, да помилует Господь. У него столько много хорошего. Почему и наши беседы кому-то не нравятся-то? Я уж не назваю ни имя, ни фамилию, нищего. Это ролики просто говорю. Да благословит его Господь. Вот. Ну и дальше. Мы уже посмотрели это. Это наш вот видеоканал, как он выглядит. Смотрите. На него заходите. По-русски зарядите. Открытым оком, во свете Библии. Все. В Ютубе. И вы видите здесь 4, больше 4 тысяч наших роликов. Тысяч. А вот здесь вот, вот этот вот, мы смотрели. Сколько фотографий? Фото 18 380. А сколько видео? Видео 2096. 96? 2000? Ну, это все наши ролики. У нас чужого ничего нет. Я не люблю составлять, там что-то вставлять я не умею, потому что. Мне очень нравится, когда вот делает у нас тут один брат, так делает вставки где-то. Я просто люблю. Ну, я не умею это делать. А которые вставки бывают из фильмов, так могут из-за них еще и требования какие-то быть. Поэтому, от начала до конца делают так, как есть. Вот теперь дальше покажу. Вчера мы закончили. Что дальше было? Татьяна Кухаренко. Все люди связаны с Господом через сердце. Недаром говорят, что сердце – престол Господа. Может быть, на природе голуби и внушают любовь людям, но в городах это бедствие. Часто наблюдаются картины, когда эти голуби заклевывают жестоко друг друга до смерти. Правильно она говорит. Именно так. Голубь мира. Ольга Пешкова. Да, вы правы. Голубей не любить невозможно. Я их в лютые морозы с семечками кормлю. Все пожирнее пищи. Значит, и мороз будет не так страшен. Это какие письма мне пишут? Люди сказали, какие письма. Вот они услышат, могут спросить, могу ли я задать вопрос. Ольга Ковальчук. Здорово. У меня нет возможности завести в маленькой квартирке голубей, но у меня живут дома два попугая. Тоскую по тем временам, когда в каждом дворе была голубятня. Вот видите, какие слова. Из-за чего? У меня три голубятни. Была в Алтайской правде, это Алтайская правда, это наша губернская газета, самая массовая. И там была большая статья про голубятников и заголовок. У злого человека голуби не водятся. Даже по этой формулировке два раза повторено. Ольга Сохарева. Она номинантка на какие-то премии была, там получала. Ну, талантливая журналистка-то. И была в Потеряевке не один раз. Из-за этого только заголовка можно понять, что у злого человека не водятся. Наталья. Наталья, Наталья. Я как сказал? Ольга. Наталья, Наталья. Виноват. Но Наташа не обидится. Александр Ли. Здравствуйте, Игнатий. Интересно у вас. Спасибо за фотографии. Наверное, только при строгом воспитании можно сохранить молодежь от пагубного века. Сам я воспитываю двух дочерей. Хотя они еще совсем маленькие, но я уже сейчас за них беспокоюсь. Верю и молюсь, чтобы Бог их охранял от грехов этого мира. Нина Серебрякова. Игнатий Тихонович, мир вам. Только человек с доброй душой может так относиться, как вы, ко всему живому на земле. Это врожденный дар от Бога дается человеку. Читая ваши строки, вернулось в свое детство. Были лошади и голуби. Я очень люблю животных, птиц и природу. Очень больно смотреть, как неряшливо и порой жестоко к этому люди относятся. У нас берега Урала были еще в 90-х годах чистые, а теперь негде ноге вступить. Я родилась спустя 10 лет после окончания войны, но по рассказам мамы, за лошадьми у них в колхозе тоже ухаживали женщины. Ваши рассказы очень интересны. Скворцы живут у нас в саду. Очень умные птицы. Я бы тоже хотел иметь 123 скворечника. Это здорово. Поют завораживающе. Это у меня в саду, а сад там 50 метров так, 60 так и 123 скворечника. Я с детства вожусь с птицами. И огнетушители, и валенки, и чугуны, и сапоги, и дупла, и чего только не было. Картонные. Ну кто будет возиться с этим? Я тут сколько кормлю, 50, наверное, больше сотни воробьев голубиными отходами. А для жуланов везде мясо кусками развеса, тут коты питаются, всех уличных собак кормлю. Мне это нравится. Просто нравится. И собаки добрые такие стали, никого не кусают, ничего. Вот что-то послушать, тут она говорит. Спасибо вам. Спасибо вам, что пишете о себе и о том, что вам нравится. А я всегда жила в городе, в квартире, и отрадой было лишь смотреть из окна на ночное небо. Днем у нас в пустыне, и облаков не бывало часто. Поэтому только ночью можно смотреть подолгу на звезды, и думать и о Боге, и о своей жизни. Вот кто будет слушать, ну, все-таки мы выстоим это, может быть, какой-то день, два, тот ролик сегодня придет ко мне мастер, поговорим, может быть, кто-то поставит, большие ролики-то ставлю. И давайте свои отзывы, пишите. Но только заходите не через контакт, а сразу на наш форум. Зарядите, сразу откроется. Форума Игнатия Лапкина. Даже говорит не еще. Татьяна Малина. Голубь, птица мира. Спасибо вам за ваши дела. Вы счастливый человек, когда каждое утро вы слышите стрекот птиц, воркование птиц. Любовь Зубова. Спасибо за послание, с удовольствием прочитала. Дай вам Бог здоровья. Елена Островская. Спасибо вам за добрый и позитивный настрой. Елена Дунаева. Все поняла. Игнатий Тихонович, спасибо за информацию. У меня много друзей и родственники, которые будут информированы. Спасибо вам. Я обязательно буду посещать ваш сайт. Ну и если будут вопросы, буду советоваться с вами. С уважением, Елена. Надежда. Здравствуйте, Игнатий. У вас очень красивые голуби. И сами все люди у вас хорошие и красивые. Голуби не могут и не будут жить там, где нет любви. Желаю вам здоровья, счастья, мира. А тут секта, зазомбировали, секта, посторонние, которые ни разу не встречались. Ничего не видели, не считали. Но понимаете, за каждое слово человек даст отчет в судный день. Мне-то это награда, что вы поносите там меня. Да не меня, потому что вы приписываете мне дела, которых нет. Зазомбировал там, ну и проще там, жестокие или что-то. Вот один вчера пишет, вы людей не обманывайте. Если вы в деревне живете, дети там, у вас педофилы только одни. Ну, чего ему отвечать? Он такой и есть. Понимаете, люди не могут выйти вот из этого состояния, даже видя красоту. Вот у нас фотографы приезжают, очень известные, на международных выставках премии берут. Вот Каспришин получил второй, только за всю историю Алтайского края, награду от президента. Фотограф от Путина. Это награда там какой-то, не знаю, что там, ну что-то это значит. И вот он, и в РИА Новости, фотографы, и первое место занял, как где-нибудь, у нас фотографируют, всегда фотографии первое место занимают, на каких-то, ну почему? Да как на это нападают, да начинают, да это вот люди у вас такие, это вы там забились, у вас связи с миром нет, вы как пензенские затворники, а у нас заканчивают университеты, учатся в городе, к нам приезжают представители власти, заместители губернатора, и кого только нету здесь, и прокуратура, и милиция, все приезжают к нам, в лагерь едут, отовсюду, из-за границы, вы затворники, что ему доказывать? Мы не затворники, не затворники, но и безобразия нету, везде висят таблички при везде деревни, на территории деревни курить запрещается. Дальше. Иннокентий Кабачков, А ведь когда смотреть на голубя, порхающего над кронкой деревьев, или держа на чердаке, воркующих между собой, давно уже забыл это ощущение с детства. Да, голубчики своим одним присутствием пробуждают радость. Я живу на окраине Саратова, в частном доме, есть животные, три кошки, маленькая собака, крыска. Вот я просто покажу, какие письма, я отвечаю. Игла, Бог вам в помощи, Иннокентий. Вся истина только в церкви. Крепко держись Христа, Слово Божие, и церкви его православные. Ну, что я сказал не так? Ну, а тот монах сидит, получает он столько писем, благодарственных, так это не все, только малая счастье. Анатолий Гусев, спасибо, Игнатий, спасибо вам за то, что интересно так живете. Живете так, как подобает человеку, с любовью и теплотой к миру. Анастасия Захарчук, да, красота неописуемая, благодать Божия. Андрей Кондрашов, прошу прощения, но хочется с вами подружить, наверное, из-за ваших религиозных взглядов и возраста, что внушает некое доверие к человеку. Мы с нуля строим деревню, с нуля, а уже 21 тысяча деревень исчезли, получили статус государственный, и 25 лет. Деревенька совсем маленькая, маленькая, даже деревня трудно назвать. Правило, что может поселиться, кто не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Докажет он. Ну и иметь. Дальше собрание будет, его примут, и он будет строиться, и чтобы на свои деньги все суметь сделать. Ну, кто сегодня сможет это? Но самое дорогое, то, что здесь дети твои не попадут, куда попало. За ними все время присмотр. Я начальник детского лагеря 44 года, православного. Дети в лагере. Могу взять там первый год и второй, и третий. У меня бесплатно больше 57% детей, а которые платят в 4 раза дешевле самой низкой государственной. А откуда деньги? Ниоткуда. Волка ноги кормят. Я везде все выпрашиваю, муки, свой тестомес есть, кухня свою, я печник все это сделал, печи русские, вот этими руками сделаны. А те, которые судят, что они могут показать-то? А вы хвалитесь. Вот тогда не надо говорить, это ваши руки, у вас лагерь, у вас деревня, у меня ничего нет. Научите меня, как землю обрабатывать, как возродить Россию. Тут выступала депутат законодательного собрания от КПРФ, Нина Данилова, очень известная женщина. И мне понравились ее слова. Она говорит, потери деревни, это не потеря что-то, это потеря местности в государстве. Тут другие люди будут жить. Туркмены приедут, китайцы будут. Земля пустовать не будет. Это она в законодательном собрании выступала, напечатали. Дальше. Михаил Кальмаев, миром Игнатий Тихонович. Идет наступление по всем фронтам и в реальном мире, и в интернете. Хорошего рыбака нашел бог себе. Нигде не спрячешься от его в невода. Везде поставил свои сети. Вот так. Радостно на душе от увиденного глаза разбегаются. Я подписался на ваш канал в YouTube, и теперь мне не надо мучиться в поисках. А сразу все ролики у меня на виду. Вот кто на форум зайдет, у нас там 1587. Ну, вообразите, что там и ролики стоят, и патриарх, допустим, и где патриарх выступает, все его выступления, праздники, Пасха, фотографии, иконы, праздники, святые отцы что сказали. И 1587. Вот на форум заходите, и в последнее, где там видите, где поставить. Научитесь вставлять. Самый последний, где вот первая строчка идет, и там 20, какая-то, 313 страница. Дальше. Кремат. Спасибо огромное, мне все очень интересно, и ваши снимки, и записи. Галина Крыш. Приветствую вас. Да, кто-то любит голубей, и кто-то цветы. Я люблю все, что создал Господь. У вас хорошее влечение. Голубь действительно символизирует небесную красоту. Я с вами согласен. Пусть Господь благословит вас. Я люблю природу, увлекаюсь цветами, мечтаю посадить сад, чтобы в нем играли мои внуки, а их у меня уже пятеро. С любовью, Христовой, к вам, Крыш Галина. Вот в прошлом году у меня здесь были голуби породистые. Ну, они тут рядом, ручные, и вот они здесь вывели голубенка. А второй выводок у них, не знаю почему, они вдруг его бросили. И голубенок-то, я его кормлю, и здесь он ходит, и я его приучил, я знаю одну историю. Когда спрашиваешь католиков, это я у старобрядцев прочитал, у поможского согласия, почему у католики бреют бороду? Они говорят так, у них так написано, не ручаясь за истину, но так. Папа, какой-то, а об этом много написано, променял мужскую красоту на лице бороду, на подпупную женскую, а надо сказать так. Ну и она ему сказала, что до себя допусти, только тогда, когда он сбреет бороду. Но папа подумал, как? Ну надо, значит, доказать, чтобы и священники побрились. Он приучил голуби, семечки, семечки три положи в ухо, он слетает и клюет. Я так же сделал. У меня он подлетает, голубенок на голову садится, на плечо их клюет, ролики стоят здесь. И он говорит, это дух святой, а все знают голубь, в виде голубя дух святой, и он мне сказал, вы должны быть похожи на ангелов. Мы же называем ангельский чин, принимаем монашество, ангельский. А монахи без бороды. Откровение, папы записали, ну а дальше все уже пошло. Так это или не так, не знаю. То есть приучить голубя, это очень просто. Вот у меня ролики там садят, посмотрите, как они по комнате летают, здесь голуби у меня, по комнате, все заслано, я уберу, все чисто. А садится на руку, я выйду на улицу, они дерутся, лезут ко мне на руки, на улице когда было. Сейчас таких и нету, наверное. Мы занятия ведем, 8 голубей на столе, мы тут уже сидим, ведем занятия, все породистые, разные породы. Такие породы прям и влетят, кувыркаются там, как они, а другой садится, вот на крышу уже садится, а там-то-то-то-то и кверху поднимется, опять перевернется, крыльями слопает, опять садится, медленно-медленно-медленно крыльями машет. Опять как стрепит, вот когда над мышкой стоит-то. Столбовые, очень хорошие. Я рассказывал, как голубя, откуда любовь бывает, она от Бога. Мы жили в поселок Карповске, 140, Конзавод, Тюменцевский район, Алтайского края. И было лет 5 мне. Я хорошо этот день запомнил. Рядом, кстати, соседка жила, тетка Татьяна Саврулина, у нее такой гнусавый, пибущий голос был. И она ухаживала за лошадями, мужиков-то нету на войне, а я с 1939 года, значит, где-то это около 43-44 года было. И она идет по этой конюшке, я помню, в яблоках такая, как серые, белые, такие яблоки у коня. И помню, солнце встает оттуда, то есть на восток, и я иду, коней видел, гусей видел, голубей не видел, потому что они жили только в одном месте, наверное. И вдруг я вижу, вот, гляжу, вот как труба идет, там такая матиса, и сидит голубка на гнезде. Она меня за руку ведет, вот так вот, я с этой стороны иду, я вот так вот уперся, это сердце мое захватило уже. Все, любовь с первого взгляда была. А мне уже 77-й год. Она мне дергает, что ты стоишь? Я все это помню, как сегодня. Голубь. И теперь, когда я, это 35 километров от Потеряевки, у дедушки учился, пешком иду, один, 10 километров, бором, бор сосновый. Тоже чудо тут рассказывать. А мимо урывки, а там у них были какие-то склады, и там голубка была. Так я делал крюк какой, домой иду, домой. А в пятом классе учился всего лишь. И чтобы посмотреть на эту голубку, как на свидание. Вот люди любят розы, цветы. Я люблю голубей разных птиц. У меня тут поползни, снегири, сороки, вороны, я их всех кормлю. У меня тут птичий базар. Еще немножко. Сколько уже? Час. Сейчас. Ну все тогда уходим, да? Прочитай дальше. Елена Тарарина. Да, Игнатий Тихонович, ваши голуби прекрасны и очень интересные фотографии. Спасибо. Вот смотрите, и все пишут, вы счастливый человек. Вот, Вагнер она, Рябченко. Я про это хочу сказать. Я как-то захожу в здание краевого суда, Алтайский край-то. Ну, председатель краевого суда, Пашков Виктор Иванович, генерал-майор. Юстиции, которую ему прислали генерал-лейтенант, Проценко. Там, мэр города, кажется, был, Баварин. Только я зашел, один выходит, ой, заходите, у них там сабантующий, день рождения справляет. А мы сейчас только о вас разговаривали. Прокурор края, генерал-лейтенант. Мы только с вами сейчас разговаривали, говорю, еще, ну, вы самый счастливый человек, все согласились с этим. А почему вы определили? Вы делаете то, что вам нравится. Вот я сейчас отвечаю, пишу, мне нравится. Везде, где бы я ни был, мне нравится. Я целый день печи делаю. Вот выработка у меня была 280-300 процентов, понимаете, за троих. Я неукротимый был. Мне это нравится. Весь в саже нравится, как люди будут в тепле сидеть. Плотник и прочее. Я в тюрьме нахожусь, так там не может нравиться. Мне нравится, чем я там занимаюсь. Идет проповедь, новые люди обращаются, преступники каются. Вот пишу книги, 9 лет я провел за компьютером, 30-30 часов провел, 38 томов вышли. Мне это нравится. И вот выходит в интернете Стручков, Александр, он шел лоховед, там какой-то доктор, там у них какие-то звания. И слышал он отзывается. Я встретил человека в интернете, более счастливого не встречал. А он со мной не встречался. Это самый счастливый человек, кого я знаю. Вы знаете, это и меня называет. А кто знает-то? Почему меня считают счастливым? Потому что я все делаю с радостью. Вот посты у нас в православии, они не евангельское устроение, особенно Петров пост. Когда дети приходят в лагерь, в это время целые месяцы я не могу дать им молочного. Дети. Ну ладно. Но я говорю, они православно мы установлены. Я православно соблюдаю. Теперь Господь, дай мне любовь к этим постам. И Бог дает это дело. Ну на этом закончим сегодня. Вот что мы были. Какие вопросы у кого будут? Вот смотрите, куда прийти надо. Посмотрите эти ролики, пока их снова у меня не своровали. Вот она как. Игнатий Лапкин, заведите. Если вы заведете кузнецов, имя его, там 140 тысяч. К примеру сказать. Если заведете другое, вы найдете там сколько человек. Игнатий Лапкин только один. Так уж Бог сделал. А если заведите Игнатий Тихонович Лапкин, я считал, где-то в Москве, кажется, 15 тысяч Ивановых, Иванов Ивановичей. Фантазии никакой нету. Даже имена дать не могут. И вы легко меня найдете. Зарядите только в поисковик. И вот эти в себе можете скачать, сохранить. Другим дать послушать. Это прекрасная настоящая дружба. Дружба между двумя людьми. Есть такая библиотека, Максимом Горьком основной, жизнь замечательных людей. Это вполне в это может войти туда. А чем замечательно? Я счастливый, люблю. И человек этот, маленько другой пост занимает, чем я чтес, а он, видно, что он, видите, как одетый, увидите, что это непростой человек. И знания его, конечно, выше моих. Ну вот, все на этом пока, на сегодня. Мы посмотрели еще раз, посмотрим этот наш форум, как он выглядит. Вот сюда заходите, и здесь написано новое сообщение. Ткните в них. Вот я сейчас ткнул, и сразу на первом месте, вот я задел его. Все. Первое, это вопросы. И вот 314-я страница, я ее ткнул только, вот я ткнул ее, все открылось. А что нужно найти, вот здесь вот общий поиск, общий поиск. Вот так. Никого, вот кто-то еще зашел. Кто это зашел сейчас? Посмотрим. Сергей Кознюк. Нет. Отец Павел, священник из Елецка, Павел Поваляев. Что написал? Важно. Важно. Я сказал, роликов скачайте, важно. Видите, даже одно слово, это уже поддержка. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Благодарю за съемку. И каждый день буду выставлять по одному ролику. Вот.